В 51 год я приехала в Москву умирать. Вот была у меня такая странная идея. Я не сошла с ума. Для этого у меня было основание. За пару лет до этого я внезапно попала в онкологию. Полгода химиотерапии, конечно, я натерпелась страха. Со мной в палате лежала молодая мамочка с грудным ребенком. И даже это ее не спасло, она все-таки умерла. Но я подумала, что я в свой полтинник вряд ли справлюсь. Конечно, это меня загнало в страх. И тогда я подумала вдруг, что уж если мне и суждено умереть, то пусть это будет в Москве. Москву я любила, обожала. Это город моей мечты. Когда я приезжала поступать, не поступила в 16 лет. Поэтому я решила, что в Москве нужно подготовиться. Поэтому я готовилась основательно. Я отложила свою мечту. Отложила так надолго, на 30 лет. 30 лет я готовила всякие регалии, дипломы, карьерную лестницу постигала. Пока вот это не случилось со мной. Поэтому я и решила, что пусть будет, что будет. Мы с мужем продали квартиру трехкомнатную, машину, гараж. И едва смогли купить плохенькую однушку в Ногинске на первом этаже с крысами. Но я была счастлива. Потому что я знала, что там мы жить не будем. Мы ее сдали, сами сняли в Москве. И я начала порхать. Я была счастлива. Москва приняла очень дружелюбно. Все пошло очень хорошо. Появилась и работа. Через 4 года мы уже купили квартиру в Риутово. Еще через 4 сбылась мечта всей моей жизни. Я стала москвичкой. У нас появилась двухкомнатная квартира в Москве. Но встал вопрос. Я не заметила, что я уже глубоко на пенсии. И чем же заниматься? Поначалу я занялась тем, что доступно, наверное, каждому. Я начала рисовать. Я попробовала все, что было доступно. Теперь в моей домашней картинной галерее есть работы и маслом, и пастелью, и акварелью. Но больше всего я люблю графику. Когда в руке только карандаш и ластик, либо кисть и перо. Удивительные получаются для меня атмосферные такие работы. Следующее мое увлечение сейчас. Оно пришло тоже неожиданно. Из чувства вины. Я увлеклась литературным мастерством. Это писательство. Из чувства вины. Потому что я поняла, что я почти ничего не знаю о бабушках, о дедушках. Очень мало я знаю что-то о родителях, их историю. И я подумала, что это я передам и своим детям, и внукам. Вот такое же недоразумение. Я захотела исправить. Я захотела стать первой точкой в своей семейной истории. Навести порядок в своей жизни. И тут, к счастью, проект «Московское долголетие» и высшая школа экономики запустили проект «Впиши себя в историю Москвы». Вот так красиво это звучит. Я занимаюсь уже второй год. После первого года высшая школа экономики отчитывалась красивым результатом. был издан глянцевый такой сборник историй наш пенсионерский. Там у меня вошло аж 17 рассказов. Очень так плодотворно. Я продолжаю там заниматься. Следующее мое увлечение – это необычное такое название – трансформационное чтение. Это так удивительно, начиная с того, что интригующее название. Мы, каждый сидит дома, мы не видим друг друга, мы не знаем, что мы будем читать. Мы читаем. Мы читаем по ролям, но мы не знаем, что мы будем читать. У нас нет времени на подготовку. Вот первая фраза в этом действии – трансформационный. То есть нужно моментально встроиться в текст, нужно моментально настроить свой голос на ту роль, которая тебе досталась случайным образом. Слышишь только себя в этой роли, слышишь собеседника, партнера по тексту. Это удивительно меняет вообще отношение к жизни. Следующее увлечение появилось у меня буквально зимой, после того, как я переболела короной. Чувствую, начинается депрессия, мне хотелось какого-то праздника. И появляется объявление о том, что существует несколько площадок в проекте «Народный карнавал». Это замечательная для меня находка, когда короткое действие в один день, ну, несколько дней бывает, но чаще всего один день, когда какое-то мини-театральное действие. То есть никто не оценивает тебя на 90-60-90. Ни возраст, ни вес, ни габариты, ничего не имеет значения, только твое желание. Вот такие жизнерадостные люди принимают участие. Я побывала уже и гламурной бога-ёшкой. Я была в английском пабе, у нас были креативные модели, эпатажные. Мы выступали в Красногорске в королевских нарядах во главе с Екатериной, тоже, естественно, бабушка-пенсионерка. Это необычайно увлекательное для меня новое обновляющее действие. Следующее направление у меня, увлечение, это волонтёрство. Это когда подруги звонят и просят поговорить с мамой, которая достала своим депрессиями, ничего не хочется, ничего не радует, требует внимания, поэтому я беседую, я увлекаю, я вовлекаю, мы куда-то ходим, и бабуля оживает. Это такие небольшие благотворительные волонтёрские мероприятия. Я обязательно периодически записываюсь на какую-то волонтёрскую помощь, когда компания какая-то проводит мероприятие, выставку или ещё что-то, там бывают нужные руки всегда. Я участвую периодически в очень трудоёмкой волонтёрской работе, это сбор, упаковка, сортировка подарков к праздникам в дома престарелых и ветеранов. И последнее, вот не совсем волонтёрское, но близко к этому, это моё обучение было, переквалификация в центре моей карьеры, это я прошла трёхмесячный курс, сиделка, точка, помощник по уходу. Мне не очень нравится слово сиделка, такое оно застывшее, как будто человек вот сидит всё время. Сидеть сиделке не приходится совершенно, очень много работы и трудной работы. Я считаю, что всё-таки это не сиделка, это больше помощник, это человек, который помогает больному, независимо от возраста, из состояния болезни, уныния, депрессии, перейти на один шаг, на одну ступень, в состояние радости, веры, новые какие-то собственные возможности. Вообще принято считать, что мой возраст, мне уже идёт 69-й год, мой возраст в основном люди заняты, озабочены собственным здоровьем. К сожалению, в принципе, я здоровьем занимаюсь, это необходимо. Я вижу своих сверстников, которые действительно превращают заботу о здоровье в работу. То есть очень старательно, много занимаются этим. И я понимаю, что это потому, что люди не знают, чем ещё себя занять. А вообще, я посмотрела, в принципе, у нас слишком много в жизни зрительного отношения. Мы смотрим телевизор, мы смотрим фильмы, мы ходим в кино, мы ходим на какие-то концерты, выставки, мы кормим глазами. И получается, что собственных эмоций, они только через глаза, ну, чуть-чуть порадуют душу, но этого мало для того, чтобы почувствовать, что ты тоже что-то можешь достигать и совершать в жизни, действовать. Поэтому мне кажется, что вот с позиции зрительной нужно переходить в позицию делателя. Иначе получается, что мы... Что такое зрительная позиция? Это как чупа-чупся облезать через стекло. Вроде бы действие было, но удовольствия никакое. Я, когда это поняла и перешла в позицию делателя, вот когда я бываю на какой-то выставке, после этого я обязательно что-то рисую. Я не делаю никаких копий, там, шедевров. Я просто рисую. Даже просто какие-то. Почему графика? Потому что это моментальный выброс моей энергии. Если я слушаю что-то, какой-то концерт, певец, я обязательно напеваю. Я это использую в своей обычной жизни. Если я смотрю какое-то выступление, вот сейчас я участвую в карнавале, для того, чтобы тоже почувствовать, что я чуть-чуть актриса, и я обязательно пританцовываю, когда я занимаюсь домашними делами. Поэтому, дорогие мои друзья, если вы хотите, чтобы ваша зрительная позиция поменялась на деятельную, делайте такие маленькие праздники для себя. Я буду счастлива, если увлеченных людей, радостных людей вокруг станет больше, чего я вам искренне желаю. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!